То есть за эти полгода расскажи мне В целом, мне кажется, работа, она больше для парней Насколько бы мы не хотели говорить о сексизме Или как правильно это у вас говорится, у моряков Тут якорь набью волну Слушай, ну прям как будущий руководитель Но пока в целом я такой моряк в режиме демо Всем привет, это канал Bake No Fake И я Валера Садко Сегодня у меня в гостях потрясающая девушка С которой мы познакомились абсолютно случайно Но мы встретились снова И я решил пригласить ее к нам в гости Ее профессия мне очень интересна И опыт, который она получила совсем недавно Со свежей головой сможет поделиться Это Ангелина Новикова Ангелина, здравствуй Это я, всем добрый день, здравствуйте, привет Ну что, ты молодая, красивая, умная, юная Есть у меня любимый мем на тему того, что маленькие Как это, большие девочки созданы для работы, маленькие для любви Как ты, маленькая хрупкая девушка, выбрала все-таки такую эстезию для себя, как работать официантом? Не могу сказать, что я нашла себя в профессии официанта Просто, как и у всех, нужны деньги Ты идешь куда-то зарабатывать Находясь в Минске, я ни разу не работала официантом Я устроилась в хостес, в ресторан И находясь в этой среде Как мы это назовем, гостеприимство Я поняла, что это не так плохо, интересно И можно что-то попробовать дальше В этой же области И чуть позже Размышляя о том, где же мне работать и зарабатывать хорошие деньги Я нашла такой вариант, как работать официантом на круизных лайнерах Ну, круто А все-таки получается, ты говоришь, что ты случайный Ты какое-нибудь образование получала? Или ты из разряда того, что ты училась где-то в каком-то своем учебном заведении Думала, ну, нужна подработка, пойду поработаю официантом Все так и было Училась я на совершенно далекой полярно другой специальности Это финансы и кредит во внешнеэкономической деятельности В экономическом университете Да, и на протяжении Я благодарна университету за все, что он мне дал Друзья, возможности И в то же время Все практики, которые созданы в университете Для меня они стали примером того Что я действительно не хочу работать в этой сфере И надо искать что-то поинтереснее, по крайней мере Окей, а как ты вообще, получается, пришла к идее того, чтобы работать на круизах? Тебе кто-то бы сказал это или ты сама нашла в инсте или где-то в соцсетях? Все началось с того, что будучи университетем, на третьем курсе у меня была возможность ездить в Америку по программе work and travel А, тебе повезло еще Известный, да, да, да И, побыв там, поняла, что нужно зарабатывать в долларах, это как-то приятнее И в целом, что я могу работать Могу работать много, тяжело Могу работать вдали от дома Вернувшись в Беларусь Мне нужно было все еще закончить университет Решить вопросы здесь И я думала все время, как вернуться к такому Не то чтобы образу жизни Но так получилось, что да Последние полгода моя жизнь стала полным work and travel Вот, и я долго размышляла, размышляла, что же такое делать Работая в отеле в период пандемии Там оказалось много ребят, которые много лет своей жизни посвятили морской профессии Моряки плавали где-то, что-то делали И так получилось, что мы оказались в одном месте И у меня был шанс пообщаться с ними поближе Узнать, как попасть, с чего начать Первые ступеньки, вторые, третьи Они мне дали понять, что это легко и возможно И вот вдохновившись их примером Я решила сама попробовать податься для начала Пройти этапы собеседования на круизный лайнер Сильно ли работа с вот этой вот в общепите, в гостеприимстве Отличается от отеля, того опыта, который ты получила на круизах? Не сказала бы В какой-то момент ты забываешь, что ты находишься на большом корабле посредине океана И просто делаешь свою работу И находишься в той же среде Те же гости, тот же менеджмент, коллегия Процессы вполне одинаковые Ресторан Масштаб только отличается, да? Только масштаб, да Не то чтобы он больше Наш корабль вмещал 2000 гостей, 2000 плюс Ну и каждый день оборачивались в твоем ресторане порядка 200-300 гостей Да, интенсивно, интенсивно, скажем Это все очень было Какая общая посадка была в ресторан твоего, где ты работала? 300 плюс, мне кажется Это посадка ресторана одноразовая Да, да Я думаю, что загруженность неполная была ежедневно Но столько бы мы вместили Ну, даже не 300 плюс, 300, скажем Окей, ты полгода там, получается, ушла в круизы, полгода отплавала Или как правильно это у вас говорится? У моряков уже Отходила там как-то, то есть свой же сленг есть Я пока себя не причисляю к роду моряков настолько, чтобы вот тут якорь набью, набью волну Да, много кто делает А просто сначала я была как сторонний наблюдатель Для меня эти полгода очень быстро пронеслись, потому что я все изучала, на все смотрела Выпросительными глазами Первый раз Вот, дальше, наверное, будет попроще Но пока в целом я такой моряк В режиме демо Понятно Расскажи мне, пожалуйста, так как я пытался тоже какой-то определенный момент в своей жизни попасть во всю эту тему Но жизнь моя сложилась иначе И, возможно, я уже где-то стар для этого Как у вас протекало обучение? Насколько я знаю, там очень хорошее, плотное, классное прям обучение, тренинги и все остальное Правда ли это? Обучение в плане сервиса или просто моряка квалификацию получить? Ну, начать с того, что, естественно, это идет сначала с моряка, потому что это определенная техника безопасности и все остальное А потом уже в плане сервиса Ведь, насколько я понимаю, тебе удалось поучаствовать фактически в новом свежем формате Свежее судно, которое сравнительно недавно сошло на воду То есть, да, и это все новые процессы, которые были поставлены с нуля И обучение и все остальное Да, ну не всегда процессы, которые поставлены с нуля Они работают идеально, да, отложно До сих пор куча шероховатости в плане менеджмента, в плане каких-то моментов сервиса То есть, это все, мне кажется, в процессе работы регулировалось С каждым месяцем, что я там находилась, постоянно были новые введения, изменения, как улучшить, оптимизировать процессы Тренинги, да, они были на высоком уровне, как и моряцкие, что было тотально новым, необычным Мы постоянно репетировали эвакуации раз в неделю, как мы тонем Такое просто, да, как эвакуация в школе, только посреди рабочего дня на корабле И, конечно, я получила много нового опыта, поскольку это все было на английском Это и прокачало язык, прокачало смекалку Много всего было новым, неизвестным Поскольку у меня не было такого сильного опыта работы официантом в прошлом Я именно начала, наверное, эту официантскую карьеру именно на корабле Для меня было все новым, необычным И благодаря всем наставникам, которые мы там встречались в лице менеджеров Каких-то коллег, которые старше и опытней Как-то прокачалось, освоилось и влилось во все процессы Это очень круто Вообще, насколько большой штат получается? Ну, то есть, есть ли у тебя такая информация? В принципе, просто на этом круизе Да, в целом у нас 1200 крю именно на корабле и 2000 гостей Крю — это же персонал, который именно морской Да, крю — это морской персонал То есть, крю включает в себя работников абсолютно всех департаментов Которых бесконечно много Это не только рестораны Это и, как в любом отеле, охрана, ресепшионисты, резервейшн, менеджеры Нет, я почему-то подумал, что крю — это те, которые механики Да, и они в том числе и капитаны, и за штурвалом, и офицеры И кто же там еще есть такой Разные сервисы, которые с гостями работают Это все себя собирают И клининги, хаускиппинг Все вот эти ребята Бар-департамент, ресторан 1200 в сумме Какие национальности вообще преобладают? Это полный мультинационал В целом 60 около национальностей на корабле Понятно, короче, максимально все, что можно быть Всех встретишь Слушай, вот вопрос такой Вот мне как руководителю в последнее время, когда я проходил собеседование, задавали много вопросов Вот, понимаете ли вы, что вам нужно будет работать с другими национальностями, особенностями, все тому подобное Вот ты с точки зрения, когда поработала именно линейным сотрудником во всем этом Ты чувствуешь разницу менталитета, как они отражаются на профессиональных навыках? Или все-таки неважно, какая национальность Ты профессионал, либо он профессионал, либо нет? Думаю, да Либо ты профессионал, либо нет Язык, который нас объединяет, это английский У всех он на достаточно хорошем уровне Собственно, все прошли Строжайший отбор Собеседование Где оценивались как профессиональные навыки, так и персоналити, личность твоя Чтобы ты был человеком, который смог уже предоставить вот этот качественный сервис с улыбкой на лице Вне зависимости от настроения и погоды То есть все прошли хороший отбор Ну и просто разница в менталитетах, национальностях чувствовалась с коллегами в процессе работы Когда у вас какие-то рабочие моменты, конфликты, недопонимания возникали Мне кажется, мы, как белорусы, самая покладистая, миролюбивая нация Мы со всеми найдем общий язык Где-то лишний раз улыбнемся, не вступим в конфликт В целом, если ты понимаешь, что с человеком лучше не затрагивать какие-то темы Ты об этом не говоришь С кем ты можешь разгуляться и поговорить от души, ты говоришь С кем ты сближаешься, с кем ты нет И вот в таком ритме живешь Прикольно Да Еще интересно мне узнать Составляющая команда То есть Какой Господи, как это правильно выразиться Кто преобладает? Девушки или парни? В целом, мне кажется, работа Она больше для парней Насколько бы мы не хотели говорить о сексизме Но По степени тяжести, выносливости Это все больше подойдет парням Но, мне кажется, у нас было 50 на 50 Как и девушек, так и парней Конечно, мы радовались, когда в команду добавлялись новые парни Ты понимал, что вот работающие руки Мы быстрее будем закрываться Быстрее открываться Какую-то тяжелую работку они там возьмут на себя Вот, было хорошо Ну и девушки везде нужны Разноображивать Слушай, а вот насчет сексизма Хорошую тему затронула На кухне, понятное дело, у нас есть Присутствует формат сексизма Даже не буду отрицать Что я, как руководитель, предпочту в коллектив 60-70-80% парней И только 20 или чуть больше процентов девушек Было ли какое-то такое Чувствовал ли ты на своей шкуре Либо вообще, в принципе, до этого Когда пришла в хоспиталити Либо вот на круизном лайнере Честно говоря, но мне это Никогда не отразилось Не отразилось никак Я не чувствую себя какой-то угнетенной По этому принципу То есть Нет, главное делать хорошо и качественную свою работу То, что ты можешь делать На максимум Может, ты не можешь делать что-то тяжелое физическое Но в то же время ты Такой весь веселый, харизматичный Можешь общаться с гостями И менеджеры это видят и замечают И тоже тебя ценят как сотрудника В конце круиза Куча положительных комментов Оставляют твое имя Рады очень Хотели бы вернуться еще И все это Тоже огромный плюс Просто главное Подчеркивать свои сильные стороны И вот везде их показывать При возможности Слушай, ну прям как будущий руководитель Лидер или руководитель, говоришь Одно из двух Хорошо Есть нескромный к тебе вопрос Вот у меня была коллега моя, подруга Мы с ней обсуждали недавно эту тему И мне интересно затронуть ее Сталкивался ли ты когда-нибудь с секшуал харассментом На своем рабочем месте Так, скажем так В нашей компании Где я работаю Жесточайшая политика Насчет харассмента И малейшие жалобы Со стороны девушек Как правило Происходит это так Сразу же принимаются меры И Вот это вот ядро Харассмента Без разбирательств Иногда Да, просто увольняют И Это заведено до абсурда Допустим Ты знаешь примерно Состав кру на корабле У тебя там в один из дней Спрашивают Вот знаешь Вот того-то Да, знаю Уволили вчера Ого, почему? Ну вот на него Вот та девушка настучала Что Он В какой-то момент Ее захараснул И вот его взяли И уволили И ты понимаешь Что это абсолютно Два адекватных знакомых Тебе человека Просто видимо У них какое-то недопонимание Уже до собой произошло Кто-то там проспал на работу Решил Это как-то прикрыть тем Что вот он вчера Меня там И Его берут и увольняют Лично я Старалась не Отмешиваться В такие ситуации Именно чтобы Меня где-то кто-то Защемлял Ущемлял И В целом Больше нет Не сталкивалась Всегда могла Или словами Или действиями Просто Показать Что не стоит Приближаться Ко мне так сильно И все это решалось Но в целом Компания тебя Обезопасивает И поддерживает По этому поводу Вот что важно Безусловно Есть офис Который Ты всегда можешь Перейти И рассказать Что тебя волнует Беспокоит Не нравится Не устраивает Если это в лице Кого-то То ты тоже Можешь спокойно Это все рассказать И ты можешь быть уверен Что примутся меры Это круто Есть у меня Один из моих Любимых вопросов Зачастую Спрашиваю По Длительности Смены Сколько у тебя Была самая Длинная смена Можно считать Не сменой Работе и часы В день Потому что они Как правило У нас разбиты В день ты работаешь По 11 часов Стандартно 13-14 Уже По настроению По загруженности Как ты успеваешь А вообще С учетом того Что Вы еще спускаетесь На берег Сколько не спала Не спала Ну наверное Трое суток подряд Бывало и такое Когда ты хочешь Успеть все И поработать И жизнь пожить И понимаешь Что в такое место Ты еще неизвестно Когда приедешь И Постоянно Находится Компания Которая Пошли Пошли Давай Давай Каждый день Это новая компания Все куда-то зовут И ты понимаешь Что ты сонный Не отдохнувший Но в целом Я так Для себя поняла Что ты активно Живешь жизнь В начале контракта Когда ты только приехал Полный сил Горящие глаза Новые места И Это где-то месяца два Потом месяца два Ты уходишь в работу В себя В кабину Больше спишь И под конец Когда остается Один-два месяца До твоего отлета Ты понимаешь Что вот Она финишная прямая Снова надо Начать жить жизнь Что-то смотреть Что-то делать И тоже в таком Вешеном ритме Живешь Когда сходил на работу Быстренько Шесть часов Отработал Понятно База То есть ты от этого Никуда не денешься Каждый день рабочий Понятие Как выходной Не существует Отработал Пятнадцать-двадцать минут На поесть Переодеться И убежать Гулять по Пуэрто-Рико Снова Находясь там Где-нибудь В кафешке На веселе Под игристом Смотришь на часы Время до выхода На смену И такой Ну все, ребят Пошли-пошли Нам скоро на работу Приходишь Приходишь Да, быстро В рабочие Бежишь работать Вечерний сервис Тоже от него Никуда не скроешься На ежедневной основе Работаешь На ночи Часов до одиннадцати И открывается Второе дыхание Когда все День прожит День закончен Надо это все Отметить В Клюбаре Дружненько И там как пойдет Слушай, я вот у тебя В сторис видел Очень крутое То, что я даже Тебя спрашивала Вот там были Бейджики Веселек Персонала С кораблей Можешь Попробуй мне Чуть-чуть рассказать Эту историю Да, это есть в Мексике В порту Казумель Такой бар Который создан Бывшими моряками Для нынешних моряков То есть место Пропитанное Живой энергией Постоянные люди Это любимый порт Может не гостей Но Крю точно Когда у нас В целом у нас не было Вот этого вот Казумель в Мексике В программе нашей В нашей программе Круизной Но в силу плохой погоды Или еще каких-то Штормов в море Капитан часто делал Заявление Что принято решение Сегодня вместо Бимини-Багамы Остановиться В Казумель, Мексика И когда это Слышали Крю на корабле Это было У-ху Наконец-то Вот У меня получалось Там два раза остановиться И все эти два раза Понятно, что Ты должен В каком бы состоянии Ты не был Ты должен выйти В Казумель Ты должен Погулять И обязательно посетить Вот этот Крю-бар И да Это большой Бар С задним двором Где есть Тоже разные варианты Скажем Барных стоек Бассейн большой Посредине И самое прикольное Что там есть пирс Который Прямо ведет в море И ты можешь Про него Так пробежаться И спрыгнуть В море Там ты Тусуешься Куришь кальянчик Что-нибудь Выпиваешь Развлекаешься И там есть Большая стена На которой Каждый Прихожанин Оставляет Вот часть От себя Что-то Либо Бэйджик С именем Который Ему не нужен Либо Крю-айди У кого Это последний Допустим Круиз В жизни В карьере Тот тоже Что-нибудь Конечно От себя Отставляет Также Там продаются Классные майки Я купила себе Одну На спине Написано Я обещаю Что это Мой последний Контракт То есть Распространенная Фраза Среди всех Моряков Каждый Хоть Хоть раз Ее произносил Да Что все Это мой Последний Контракт И потом Еще один И еще один И еще один Вот Теперь у меня есть Такая майка И тоже Я буду Носить Супер Очень круто Конечно Но вот При такой Насыщенности Жизни Ну Есть ли Момент Выгорания Вообще В целом Ну то есть Насколько Это Тебе близко Или знакомо То есть За эти полгода Расскажи мне Да Выгорание Неотъемлемая Часть всего Что происходит Когда Ты Окружен Людьми Ежедневно Без 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 Выходно То есть Ты встаешь Ты идешь на работу Ты проводишь день Живю жизнь Активно Насыщенно Лучшее время За день Для меня Иногда Это было Когда Ты можешь Закрыться Шторкой В своей каюте И пять часов Пролежать В темноте В тишине Как Ленин Морзолеев Просто Смотрев Фотолок С закрытыми Глазками Ну понятно Что ты спишь И вот эти пять часов Это единственное время Которое у тебя Наедине с собой И все И нету Варианта Как с утра Почувствовать загорание И пойти на работу Снова То есть Справляться с этим Там тяжело Ну и ты понимаешь Что у всего есть конец Что твой контракт Не бесконечен Что он закончится Уже вот-вот Через три Один месяц Что главное Сейчас потерпеть Перебороть себя Через не хочу Через не могу Вот И потом ты снова Идешь на работу Ну и в целом Происходит что-то хорошее Ты рад Ты видишь новые места У тебя классные друзья Коллеги И не так уже грустно Это все жить И переносить Слушай Ну вот Друг Работал Тоже официантом Потом с Амелье Был связан Анатолин пошел на Амелье Не до конца Плохо помню Всю историю И он рассказал Что он три месяца Отработал И компания Достаточно лояльная И она отпустила Его через три Ну то есть Через три месяца И он вернулся Выдохнул Отдохнул И снова вернулся Уже на длительный контракт На полгода То есть Сталкивалась ли ты с таким И не хотела ли бы ты так же Допустим Так как это первый Твой контракт В твоей жизни был Да В целом такая опция есть Ты можешь Размер своего контракта Регулировать Сокращать его Или продлевать Если Ну то есть Причина веская Нет Мне не хотелось Я понимала На что я согласилась На что я подписалась На работу без выходных На протяжении полугода Я была к этому готова И как-то Расслабляться Давать такую слабину Что нет Все я устала Мне срочно надо отдохнуть Срочно надо слетать Домой к маме И потом Может быть Я вернусь Нет Все Полгода Я тебе вынесла На одном Дыхании Можно сказать Как вообще с больничными Вот ты мне рассказала Лично эту историю Расскажи Вот Как ты пережила Это на борту Единственное выходное Которое ты можешь получить Это По медицинским причинам И Твои больничные Они все еще оплачиваются Поэтому компания Следит И выясняет Насколько же ты Серьезно болеешь Насколько стоит тебе Давать выходной Если ты себя плохо Просто чувствуешь То Мы предпочитали Лишний раз Не ходить В медцентр Медпункт на борту Потому что Единственное Что тебе дадут Это маску Чтобы ты не заражал других И рабочий карантин То есть Ты сам себе Ограничиваешь свободу Ты можешь ходить Только в кабину И на работу И есть в столовке Вдали от всех То есть Вот такое понятие Плохо себя чувствуешь Пожалуйста Не заражай других Делай свою работу Приходи в кабину Отдыхай Нигде не гуляй Не тусуйся Никаких крюбаров Никаких портов Ничего Вот Поэтому Ну сто раз подумал Чем идти И вот так себе портить жизнь Конечно Если это серьезное заболевание Я болела коронавирусом Был положительный тест И болезнь на лицо И на лице И я болела гриппом Тоже положительный тест Болеть коронавирусом Было прикольно Меня сразу изолировали Отселили в кабину гостевую Где у меня был Замечательный балкон Панорамный вид На море Океан Телевизор Приносит три раза в день еду Приходит доктор То есть Компания о тебе Опять же Очень заботится Ты себя конечно чувствуешь Мало того что плохо Физически Плюс Морально Ты посреди океана Вдали от дома Тебя колбасит У тебя температура Ты Чуть ли не при смерти Первые дни короны У меня были Именно такие Вот И Ты не понимаешь Вообще Вдруг тебе поплохи Это кто тебе поможет Как тебя потом Домой транспортируют Что Что будет с тобой Вот Ну буквально Это проходит Через 2-3 дня Ты снова Возвращаешься Приходишь в себя Компания за тобой смотрит Чтобы у тебя все было И покушать И попить И вылечить Вот все Чувствуешь себя лучше Все Снова идешь на работу Нормально Такой был мой коронавирус Круто Слушай Вот мне интересно С тобой одну ситуацию Обсудить Я работал в последнем отеле Да В моей прекрасной стране Не стране В мире Дубай И там была проблема Огромная с тем Что отель большой И весь персонал Постоянно болел И они болели Знаешь Как Вот это вот Какой-то волной Начало Один участок Потом другой Вот так вот По кругу Это ходило Постоянно И все заражали То есть я даже За 3 месяца Болел наверное Раза 3-4 То есть вот это Вечное недомогание Горло перешило Нос заложен То есть там Иногда еще Температура шкалила Как на борту Вообще То есть есть ли Это такое же Или все-таки С этим получше Ну поскольку мы все В одном пространстве В этой капсуле Тоже болеешь волнами Заболел твой коллега Пару дней 3-4 Почувствовал ты Носик горлом Понимаешь Что уже тебе плохо Да и так Периодически Конечно В нашей команде Ресторана Один-два человека Стабильно Раз Месяц Раз в две недели Кого-то не было Кто-то был То есть да Больничные От этого никуда не денешься Если ты заболеваешь Тебе нужен больничный Круто Слушай Нет Ну да Согласен Нет Но Информация интересная Просто Я думал о том Что ладно В Дубае Там пустынный воздух Хоть там и с моря дует Но там очень грязные Вентиляционные Все системы То есть А здесь казалось Морской воздух Думал Может быть все-таки Лучше в этом плане На здоровье влияет Поэтому Такое Инфекция Инфекция Не повсюду И в таком Ритме жизни Что у тебя нету Момента для себя Чтобы как-то Когда ты чувствуешь Что тебе начинает Плохеть Обычно ты стараешься Лежать Поправляться Что-то делать Что-то пить Здесь ты все еще Такой приболевший Продолжаешь работать В этом бешеном ритме Может уже меньше Куда-то ходить Но все равно Времени Поправиться у тебя нету Кроме как заболеть Окончательно И получить наконец Больничный Понятно Слушай Расскажи мне Пожалуйста Помимо того Как вы Сходили на берег Кстати Сколько часов То есть у вас Возможность Вообще была Пребывать на суше Графики у всех Разнообразные Ну с учетом моего У меня всегда было Свободное время в обед Начиная где-то часов С часу двух И В 5.30 У меня начиналась работа То есть Я знала Что я могу выйти Где-то часов два Прогулять до четырех Чтобы вернуться на борт Собраться И пойти на работу В 5.30 То есть Вот этот обеденный Примежуток времени Всегда Был для того Чтобы Насладиться жизнью Снаружи И вот Получается У вас были Недельные круизы Вы каждый раз В неделю Возвращались В свой домашний порт В Майами Насколько я знаю У нас их было два Первое время Мы круизили по Европе Там у нас был Домашний порт Барселона Раз в неделю Мы были в Барселоне А все остальное время Было два-три Варианта Маршрута И мы по ним Колесили Но стабильно Каждую неделю Ты в домашнем порту Потом В ноябре Когда похолодало В Европе Мы сделали Кроссинг Пересекли Океан И прибыли В наш домашний порт В Майами А пересекаете Океан вместе с гостями Или без гостей Тоже с гостями Конечно Гости есть Которые Правда На это подписываются Соглашаются На борту Много развлечений Им Не скучно Как правило Это взрослые люди Бабушки Дедушки Которые Такой вот Пассивный отдых Выбрали Просто развлекаться Отдыхать Купаться в бассейне Кушать в ресторане На протяжении Двух недель И вот мы с ними От Барселоны Доплыли До Майами Недели две Это заняло Понятно Очень круто Слушай А вот Насчет развлечений На борту Интересно узнать У меня конечно же Как у повара Самая больная Тема Расскажи Чем вас кормили В служебной столовой Ну Служебная столовая Была неплохая Честно говоря Я никогда не жаловалась Поскольку На борту Порядка 60 национальностей Каждой Надо угодить И каждый Нужно Проставить хоть какое-нибудь Блюдо Вот Поэтому был большой ассортимент Понятно Что это всегда Свежие фрукты Овощи Фрутбар Салатбар Горячих блюд На выбор Куча мяса Веганские опции Гарниры Каждый день Это менялось Десерты Стенд с десертами То есть Все на таком Приличном уровне Потому что В этой столовой Мог зайти По Конечно Он не заходил А не ел капитан Мог зайти Любой менеджер Любой Тоже руководящий На хорошей позиции Человек Поэтому еда достойная Для всех Мы все в одном месте Ели Это я просто вспоминаю Вот опять-таки же Последний мой опыт работы У нас там в основном Кроме риса Почти ничего не было Из еды Рис это база Каждый день рис Стабильно А картошечка была Да Иногда была Ну какое-то качество Картошечка Мне не очень понравилось Потому что Да Она везде по-разному Вырыщенная Сорт разный А селедка Увы Увы Было у нас Рождество Православное Рождество Которое устроили Праздник всем славянам Шуба была Селедка Под шубой Оливьешечка Было Конечно Ну это была разовая акция И мы плюс Сами руку приложили Настояли Даже помогли там В каком-то месте поварам Я помню Мы с девочками Украинка Русская Белорусская Большой компанией Готовили вареники Для Круто Да Для персонала Их выставили Подписали Russian dumplings И Все ходили И смотрели Что же это такое Надо попробовать Вот что значит Настоящая коллаборация Народов мира Да Они вот это все Окей Помимо Вот этого всего Какие еще у вас Развлечения были Как у Персонала Как у персонала Ты уже говорила Что у вас был Крюбар Да Был крюбар На открытой палубе Джакузи Прям так Прям так Но его в какой-то момент Закрыли Потому что Честно говоря Не пользовалась спросом А что это Как-то Нету столько Времени и сил Чтобы Ну нет Конечно Кто-то там зависал Но это были одни и те же люди Постоянно В целом Такая вода была С хлорочкой И как-то Не привлекал Этот джакузи Никого Но да Его прям при мне Закрыли Я-то думала Сейчас я освоюсь Разгуляюсь И потом буду С разбега в джакузи В крюбаре прыгать Его как раз и закрыли К тому времени Мне было грустно Ну что странно Мне кажется Я бы после работы Каждый раз ходил бы Тело расслабиться Там слишком большой Оборот людей В этом крюбаре И слишком маленькая Джакузи Видимо на крюбар Просто потом закрыли Да В портах Развлечения В твое свободное время Ты можешь ходить Развлекаться Как тебе угодно Но лишь бы Пришел на работу Были такие интересные Моменты Как Овернайт Когда Вы прибываете Своим большим лайнером В порт У нас это была Ибица Ималага В Испании Вы прибываете В порт вечером А отплываете только утром Соответственно Ты заканчиваешь Рабочий день В 11 ночи А начинаешь Только в 7 утра И вот Пожалуйста Тебе свободное время Для развлечений Выходи Делай что хочешь Кто-то успевал На Ибице Сходить на концерт Дэвида Гетте Кто-то успевал В баре Просто напиться Накуриться Но опять же Это все с контролем Себя и своего товарища Что вот Друг нам скоро На работу Поэтому контролирую Контролирую Что происходит Вот Весело Когда ты каждый раз В новом месте Ты не видел Ничего А здесь ты можешь Увидеть все Было куча разных Вариантов экскурсий В Гибралтаре В Гибралтаре Посмотреть на обезьянок Съездить В Мексике Мы сплавлялись По разным рекам На тюбинге По-моему Это называлось На таком круге С веслом Можно было съездить На водопады Тоже где-то в Мексике В Костомае Можно было посмотреть На легендарные пирамиды Много экскурсий Именно предлагалось Организовывалось Если ты обладаешь Временем Если у тебя смена Выстроена Таким образом Что у тебя есть время Ты можешь вписаться В очень интересную экскурсию И тоже Этих впечатлений Понабраться Потом с новыми силами Как будто отдохнул Вернуться На работу Что тяжелее всего Далось в этом Во всем Тяжелее Наверное Каждый день Каждый день Находиться Вокруг людей И Без варианта От них отдохнуть То есть Это крю Которая Постоянно Циркулирует Вокруг тебя Где бы ты ни был В столовой В спортзале В лондре Куда бы ты ни пошел Везде ты встречаешь людей Кого-то ты знаешь Кого-то ты не знаешь Со всеми Надо быть дружелюбным Милым Общительным И плюс гости Все-таки Это работа Которая Очень много Забирает силы Эмоций Как моральных Так и физические И Каждый день Ты в своем ресторане Где у тебя Оборачивается 300 человек Со всеми Должен провести время Поболтать Улыбнуться И параллельно Конечно Работать Выполнять свою работу И все Это день за днем Постоянно Без возможности Отдохнуть Это было Тяжеловато Ты просто Любой свободный час Ценил Как Ничто Никогда Ты мог сидеть В тишине И наслаждаться этим Мог спать И наслаждаться этим Мог поспать 6 часов И просто быть в шоке От того, что Вот это я сегодня смог И как При всем при этом Мотивировала себя Раз в месяц На карту Капала зарплата Да В любом Порту В Майами Особенно Ты выходил Дышал полной грудью Чувствовал, что Ты можешь пойти Пообедать Где хочешь Можешь купить Что хочешь Ну и это Тебя перезаряжало Да Ты понимал, что Это все не зря Что ты не просто Ботрачешь До седьмого пота И спишь в своей каютке Ниже уровня воды А что Ты видишь мир Ты видишь больше Чем Твои сверстники Другие люди Ты видишь каждый день Что-то новое И это Просто опыт Который тебя Закаляет Делает Человеком И это все Тебя и мотивировало Что это все Не зря Что это И возможности Впечатления И деньги Лучше Не скажешь Реально Очень круто Вот Ты сейчас У тебя контракт Закончился Ты сейчас Отдыхаешь Дальше Ты сказал Что ты решила Все-таки Снова пойти Да Но У тебя Сейчас Есть огромная Возможность Это уже На повышение Должности Пойти Да Если Зарекомендовать Себя как хороший Ответственный Добросовестный Милый Харизматичный Работник Мне кажется Тебе это все есть Повезло Повезло То Да Можно Запромоутиться Подняться На ступеньку выше Главное Опять же Как я тебе уже говорила Понять для себя Насколько Такой образ жизни Тебе подходит Морос морской Что ты в море Постоянно Что ты два месяца дома Шесть месяцев там По сути И не там И не здесь Если ты это Принимаешь То Возможности Для роста Куча То есть Иногда Ты видишь Что По карьере Растут люди Которые Совершенно Какие-то Казалось бы Не харизматичные Которые Базовые скиллы Которые нужны Каждому человеку Менеджеру В том числе Ты видишь Что они Как-то вообще Не об этом Но благодаря Упорству Трудолюбию Они растут А какие-то Ребята Которые Казалось бы У них есть все Они говорят Что Да нет Я здесь на разок На два Просто минимально Заработать денег И дальше Решать свои дела На сушах Вот Они как бы Не нацелены На рост Поэтому да Приятно вернуться Будет за Другие деньги И Не знаю Опять же Насколько Надолго Один контракт Как говорится Это мой последний Контракт Есть один Интересный вопрос Мы его обсуждали В прошлый раз В Дубае Когда я брал Интервью У коллеги своей Но она забыла Упомянуть об этом Потому что Просто забыла Как это Русский Английский Все вот это И вылетело Из головы В итоге В Дубае Есть определенная Тема дискриминации Дискриминация По двум признакам Первая дискриминация Это по паспорту Вторая дискриминация Это по По внешности Сталкивалась ли ты С этим И в этом плане На борту Или слышала Что-нибудь Об этом Мне кажется Честно говоря На своем борту Я не сталкивалась Потому что Компания Очень чувствительная И сразу На корню Присекает Все попытки Кого-то дискриминировать Путь по внешности Путь по паспорту Просто Это уже Какие-то Личные вопросы Между тобой Коллегами Руководством Если ты кого-то Не взлюбил Тебя не взлюбили Но как правило Я вижу Что компания Это точно Ко всем Относится Одинаково Ну это Круто Что мы Пришли к этому По крайней мере В какой-то Области Точечно Что никто Не чувствует себя Угнетенным Как твои Друзья И знакомые Относятся К твоей Профессии Удивляются Очень удивляются Не ждут Такого ответа Люди Которые Меня не знают Поэтому Очень тяжело Не то что Знакомиться А просто Начинать Рассказывать Где ты Чем Занимаешься Кем Работаешь Я приехала Недавно И Сразу Пошла Волосы Постричь Покрасить Ногти Сделать Прой Лесницы И со всеми Мастерами Был такой Примерно Одинаковый Диалог Что Вот Я ничего Давно не делала Как-то возможности Не было Я была не в Беларуси А что Вы работаете Где-то Удаленно Ну да Работаю Удаленно Можно так Сказать Я работаю На круизных Лайнерах Вот И Конечно Все сразу Переспрашивают И начинают Свою Какую-то Череду Вопросов Которые Их волнуют А как это Они качают Они шатают Сколько Работаете А где Были Что Видели Да Прикольно Что тебе Есть что Рассказать Все время Другим Есть что послушать А нету ли Пренебрежения Вот Мы тоже Смеялись На эту тему И тоже Негативный Комментарий Падал На тему Того Что Подруга Рассказывала Свою опыт Работы в сервисе И с гостями Все остальное Значит там Комментарий Упал Типа Ты же бедная Типа Сходи Корновщицей Поработай Она ржет Говорит Так у меня крестная Была крановщиком Я прекрасно знаю Что это такое То же самое Знаешь Я могу сказать Про крановщика А что там крановщиком работать Этот пайку С собой С собой Взял Сел там В этой будке Своей с обогревателем Сиди Сказали поднять Опустить Опустил Нет Сидишь дальше Смотришь Залипаешь То есть тоже Все такие наивные И вот У меня вот Хочется все-таки Людей научить Потому что Каждый труд тяжелый И каждый труд Своеобразный Потому что Не надо относиться Пренебрежительно И вот мне интересно Ты встречала Вот это вот Пренебрежение К своей профессии Ну что ты там Блюдоноской работаешь Ну на круизе Ну ладно Да Понятно Что это может звучит Как-то звучит Не солидно В какие-то моменты Но Я понимаю Где я была Что я видела Сколько я заработала Я понимаю В каких условиях Я работала С какими людьми Как бы Я знаю цену Всему этому И зачастую Я примерно Вижу Человека Который это спрашивает И примерно Не то чтобы умоляю Его достоинства Ну решаю Не продолжать Эту тему Потому что Мы говорим О разном Понятно Очень круто Мне интересна Тема Укачивания Как раз таки Морской болезни Сталкивалась с этим Я до присоединения К лайнеру Меня все спрашивали Вот ты пойдешь Работать У тебя нет Морской болезни Как ты это все Перенесешь Я говорила Что узнаем Расскажу попозже Как оно будет Оставайтесь на связи Нет В принципе Такой большой лайнер Что ты в какой-то момент Забываешь Что ты на лайнере Ты просто знаешь Твои траектории Что тебе вот В кабину туда На работу туда На курилочку туда В столовку туда И да Просто смотришь Из окна И видишь Что ого Море и океан Точно Я же на круизном Лайнере работаю Вот В целом Не укачивала Но бывали Конечно За полгода Моменты Когда море Неспокойное Когда мы Делали кроссинг Особенно Из Европы В Америку Разные заливы Проливы Пошатывало Пошатывало Пару дней Было очень Насыщенных Когда ты в кабине Своя техника безопасности Не оставлять ничего На открытых поверхностях Все запирать Закрывать Потому что И падают вещи Со стола Чемодан катается В кабине Тебя пошатывает Ты можешь идти По Палубе Прямой У нас такая была Мейн-стрит Основная В которой мы ходили И могли расходиться В разные места Куда нам надо Там на полу Все очерчено Желтыми линиями За которые Ты не должен заступать В момент Когда море Неспокойное Потому что Если заступишь А корабль качнет И там ударишься Об навесной ящик И будет плохо То есть Ты должен Ходить правильно И в целом Тяжело стабилизироваться Самому Все как пьяные Пошатывают Тебя в вертолете Ты с этим Ничего не можешь сделать Вот так ходишь И самое прикольное Что так же Ты и работаешь Да Ты работаешь Тебя качают Гости это видят Понятно Что все Смеются Улыбаются Что для всех Это необычно Гостям иногда Сложно было Передвигаться По кораблю Они входили В положение Понимали Что мы еще И работаем При таких условиях Вот И Не то что Было бы часто Не то что Не то что Это было бы часто Но бывали дни И они обычно Да Если тебе прям Тотально неплохо Ты конечно Предварительно Пару таблеток От укачивания съел Они тебя Немножко заземлили И все Наработку пошел И в целом Это переносилось Так На веселе И Как временное явление Слушай У меня вот Кстати вопрос Недавно посмотрел фильм И там была история Про яхту Конечно Маленькую яхту Но все же Вот эта вот история О том что там Когда яхта попала в шторм Начала качать И мебель начала двигаться Неужели реально На круизных лайнерах Мебель которая там находится Она не прикреплена Конечно она прикреплена Да Все уже оборудовано На какой-то маленькой яхте Сконструированной Не пойми кем Она не прикреплена Вот я тоже А на корабле Все создано для того Чтобы переживать Любые штормы И качания То есть все крепко Ну бывало Да Когда непредвиденно Какие-нибудь там тарелки упадут Со стола что-нибудь Возьмет все Мы вечером что-нибудь Оставим на столе с утра Оно раскидано Такой вот Вот мы глупые Зачем мы так оставили Мы же знали Что что-то может случиться Понятно Хорошо Позволь мне тебе задать Маленький блиц Так Нужно будет выбрать Один вариант из двух Вкус или обоняние? Вкус Зима или лето? Лето Полгода у меня было лето Так непривычно возвращаться в зиму Когда ты в шлепках выходишь Полгода Ни о чем не думаешь Приезжаешь И оказывается Надо одеваться Тут еще не закончилась зима А не скучала? Да нет Знала что вернусь Я вот целый год Прям скучал Привыкла Ну я по холоду Не то чтобы скучаю Скучаю Уже привычно Привычно Кофе или чай? Кофе Утро или вечер? Утро Деньги Деньги Или авторитет? Деньги Работать Или учиться? Сначала можно Поучиться А потом работать Я к этому еще приду Возможно Но пока Работать Эмоции Или рассудок? Эмоции Спасибо И Последнее Подводя итог Всего этого диалога Одна из моих Любимых вещей Я прошу всегда Возможно Ты уже смотрела интервью Вот ты как профессионал Приходишь К ребятам Уже молодым Которые приходят В эту профессию В принципе Выступаешь на 1 сентября Что бы ты им пожелала В целом Уже пройдя Какой-то свой Определенный путь Сейчас Не бояться Уже в камеру Посмотрела Как будто Обращаюсь Молодому поколению Не бояться В какой-то момент Рискнуть Не бояться Попробовать Понимать Что если ты хочешь Оказаться Где-то в другом месте Через полгода Или через год То надо Начать действовать Сейчас Все это Путь Шажки И Главное Начать Понять Чего ты хочешь Шаг за шагом Идти к тому Что ты хочешь Ты очень Круто Я очень рад С тобой Встретиться И пообщаться На всю эту тему Безумно люблю Это Потому что Сам наполняюсь И узнаю Что-то новое О каких-то вещах Блин Я желаю Искренне тебе Удачи Потому что Твоя риторика И Как ты себя Преподносишь И твой образ мышления Это на самом деле Сейчас это Несвойственно Для молодежи Абсолютно Возможно Да, кстати Оказавшись на корабле Я удивилась Я думала Это в целом Работа для Таких Скажем Малолеток Потому что Ты бог знает где Занимаешься Непонятно чем А оказавшись там Я поняла Что это Люди Взрослые Достаточно Средний возраст Около 30 плюс То есть Все мои друзья Это были 30 плюс Тоже повлияло На меня Наверное На окружение С которым я Жизненно Проводила время Да И вот Это люди С разными Жизненными ситуациями Понятно Что они работают Не для себя Не на себя На свои приколы И развлечения А для семей Еще раз Поблагодарила Все Что у меня есть За то Что Я-то работаю По сути Просто для себя И это прекрасно И это да Прекрасно Я тебе искренне Желаю удачи Сохраняй за палу Эту прекрасную Улыбку Стараюсь Спасибо тебе Спасибо тебе Маме привет